Наталья, ну, давай начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, вот роль Жизели от тебя, каких требов душевных, допустим, сил? Ведь все-таки роль непростая, трагическая. Да, это балет очень сложный эмоционально, актерский, и в том же еще по... Физически он очень сложный. Вообще, в принципе, конечно, не самый сложный балет, но один из самых сложных. И нужно еще передать образ. Первый акт — это такая девушка, молоденькая Жизель, она влюбляется, наивная. А второй акт — это дух Жизели на кладбище. То есть еще нужно показать разницу. Как ты считаешь, ты чем-то похожа со своей героиней, или вы абсолютно разные? В жизни вы имеете в виду? Нет, абсолютно разные. Из-за любви я бы не погибла, скажем так. Ты бы боролась за свою любовь? Да. То есть в любом случае, это нужно выяснять отношения с любимым человеком? Как-то, ну, приходить к какому-то, да, консенсусу, что ли, а не сразу рубить с плеча? Ну, в жизни, я надеюсь, я не буду такой ситуации не было. Нужно к всему подходить с умом. Не нужно так вот сразу с плеча. Так, роль Альберта, насколько она сложная? Что она требует от своей работы? Эта роль для меня сложная, потому что в жизни я совсем другой человек. Потому что Альберт, он воспользовался любовью девушки, крестьянки. Потому что граф решил, так сказать, развлечься. Я не знаю, как это. В жизни я бы, конечно, так не поступил. Вот. И это очень тяжело передать, когда в жизни такого не было. Но история актуальная до сих пор, как ты считаешь? Ведь жанр романтик, романтизм, да? Все-таки он уходит. Но все равно, как выясняется, через практически два столетия вот уже живет эта постановка. Конечно, в жизни такое бывает. В жизни вообще всякое бывает. Ну, вот партнерша, я сказала, что сложные технически. Ну, конечно. Ваши партии. Вот чем, насколько? Что вам приходится делать? Какие повороты? Носить партнершу на руках весь второй акт практически. Второй акт вообще тяжелый. У меня партнера, потому что на руках все время приходится носить. Потом еще самому прыгать. Да. Физически тяжело. И категорский тоже. Вот расскажите, пожалуйста, чем наполнена эта балетная постановка? Насколько она уникальна в своем роде? Все-таки было очень много постановок Джизели в 21 веке. И именно вот ваш музыкальный театр что придумал? Какие находки? Даже дело не в находках. Дело в том, что этот спектакль, который я видела в этом театре, в исполнении молодых исполнителей, тавтология немного, но не важно. Альберт у нас сегодня, премьера у него, кстати. Да, у Наташи всего третий спектакль, это Джизель. Меня порадовало то, что никаких новых каких-то введений, никаких новшеств, где-то, что в Джизель в абсолютно традиционном, классическом стиле поставлен спектакль, это радует. Потому что именно это трогает в этом драм-балете. Столько веков. Поэтому, если бы этот спектакль был насыщен какими-то новшествами или еще где-то, наверное, это было бы другое зрелище. А этот спектакль в этом театре, он тем и ценен, что это абсолютно классическая традиция. Здесь показаны в исполнении молодых артистов балетные трупы. Сколько задействовано артистам? Ну, 40 человек. Ну, вся трупа задействована здесь. Ну, вот на ваш взгляд, почему постановка уже практически два века живет? Романтическая. Ну, во-первых, это какой-то определенный экзамен для артистов балета и для труппы балетного. На что они способны, что они могут, как они могут передать не только техническое исполнение партии, но и себя показать как артистов, как актеров. Здесь, конечно, возникают трудности, потому что исполнители молодые, есть чему учиться, чего набирать, чем передавать образ, какими средствами. Это еще у нас впереди все. Мы на пути к совершенству, поэтому я думаю, что этот балет, он всегда будет актуален, потому что, ну, это простая история любви деревенской девушки. Какие-то вещи могут быть понятны и доступны зрителю, от чего он может просто заплакать. Ему может понравиться красота линии Велис, особенно я имею в виду второй акт. Вот это трогает в классическом балете. Как трогают 32 там, как трогают лебеди в Лебедином озере, как трогают тени в Боядерке, так и здесь в Велисе все в белом. Вот это подкупает в классическом балете, ну, какие-то такие вещи, от которых люди ждут, приходя на классический спектакль, на балетный спектакль. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ